Теперь, дорогие друзья, я хочу представить потрясающих людей, с которыми жизнь на Свердолуской дорожке, буквально недавно, которых зовут коротко и красиво, четвергубцы. Так вот, дорогие друзья, главное для нас, ведь мы же уже научились выживать, даже в условиях развитого социализма, коммунизма и капитализма. Главное для нас повод, для нас главное название. Как назовешь корабль, так он и поплывет. И вот эти люди, дорогие друзья, они брали к своей пристани в четверг, потому что по неделю, сами понимаете, день тяжелый, вторник, еще что-то. А четверг, это самое оно, это время, когда распускается душа человеческая, когда смысл соединяется с формой, когда салат ложится под водочку, а друзья приходят вовремя, дорогие друзья, трезвые. И у шофера, который тебя везет, тоже трезвые, дорогие друзья, трезвые водители, это залог успеха на дороге. Итак, я представляю наших новых друзей, четвергубцы! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 РаботуногоBE Субтитры сделал DimaTorzok И я не стал ей задал больше вопросов Мы встретились в Москве И уже встретились при Ербрусе Командой, объединенной командой Балкария И вот пять человек у нас было У нас мы очень хорошо провели это время в тренировке Зашла на Ербрус, часть можно была зайти по разным причинам, но после этого мероприятия мы Мишу приняли в почетное четверговце вместе с Катей и стали дружить. Вот с того времени мы вместе. И мы достаточно часто видимся не только здесь, везде, но также встречаемся и дома, на дачах, на разных фестах. Ну, может быть, не так часто, но достаточно. С Катей всегда на связи. Очень я рад, что мне посчастливилось встретить эту семью. Очень рад, что они стали объединяющими-таки начало нашей, может быть, новой какой-то волны жизни. Да, вот в нашем сообществе «Четверголосуд». У нас появился вот Миша Катя, еще Дима Юрков, есть аквартист. Очень мы его уважаем. Вот. И сейчас мы здесь. Мы готовились к этой встрече. Ну, пора уже или нет? Пора. Подожди, подожди, подожди. Мы думали, что Миша подоится. Дело в том, что все, что вы пожелали, счастья, здоровья у Миши, детей, красавица-жена, друзья, музыка, у него все, у меня пальцев не хватит. Вы знаете, а вот одну вещь у него нет. Миша, полковник, ты знаешь? Ты знаешь, что такое тревожный чемодан? Я был 8 лет старше оперативной группы в управлении. Но сейчас у тебя его нету. Такое тревожный чемодан стало все мое управление, потому что когда назначали по очереди, я этого человека до тех пор, пока он не делал то, что я тебе упросил. Тревожный чемодан для гражданских, кто не был в армии, в этом цирке, это такая коробочка большая, где есть все необходимое, которое офицер берет по первому звонку сигнал, заходит в чувак, берет и уходит на месяц, на два, на полгода из дома. Вот. Но, Миша, у тебя такого чемодана никогда не было. Я очень рад, что тебе сегодня подарили гитару. Какая-то гитарь? Какая-то гитарь? Тревожный чемодан! Мы сейчас посмотрим, что там такое. Человек без чемодана — это как пароход без трубы. У тебя будет не тревожный чемодан, у тебя будет чемодан-танцерт. Еще одного, небольшое поздравление. Ну теперь красиво, ты в стихах. Красиво, ты в стихах. Это чемодан. Это чемодан. Все, все, чемодан. А главное, что все. Я думал, мне сейчас какой-то... Мне подарят девушку сейчас. В стихах. Я покажу, что ее ровно никто не видел. Мы еще во всем почтожили. В честь такого юбилея золотого торжества. И цветы, и поздравления, и красивые слова. Радости, тепла, удачи. Добрых дней и ярких звезд. Сотню раз и не иначе. Пусть звучит за счастье и творческих успехов. До рождения! Ура! Слушайте, это удар под дых. Я теперь понял, что я отсюда никогда не уйду. Я буду прямо сейчас в чемодане играть до утра. А главное, что ты от нас не делаешься. Никогда не одеваешься. Девчонки, от вас я никогда не одеваюся. Четверковцы, аплодисменты.